Всем привет! На связи Игорь и вы находитесь на канале Ультравыхлоп. Мы занимаемся тюнингом и ремонтом выхлопных систем. Если ты еще не подписан, подписывайся на наш канал и узнаешь много чего интересного о выхлопных системах. Сегодня я вам хочу рассказать о катализаторах и о том, как проводить грамотную диагностику по катализаторам. Поломка катализатора может привести к дальнейшему поломке двигателя и это уже более дорогостоящий ремонт автомобиля. Причин поломки катализаторов несколько. Естественный износ, это механические повреждения, это некачественное топливо и все это приводит к тому, что катализатор либо разрушается, либо забивает выхлопную систему. Есть несколько методов диагностики катализатора, но прежде чем рассказать об этих методах, я хотел вам сказать, что вы можете по признакам определить, что у вас неисправность катализатора. Первое, это чек-энжен, желтенький значок на приборной панели. Одна из ошибок, она может загораться из-за катализатора. Но, естественно, могут быть и другие причины. Второе, это снижение динамики автомобиля. Как будто что-то придерживает автомобиль сзади, он никуда не едет. И третье, это повышенный расход топлива. Как мы диагностируем катализатор? У нас есть на это три инструмента. Первое, это компьютерная диагностика. Сканером мы подключаемся к ОБД. Если есть ошибка, мы смотрим ошибку, и если это ошибка P0420, P0430 или подобный по низкой эффективности катализатора, то значит, ваш катализатор уже подходит к концу. Также мы можем посмотреть на показатели лямбда датчика при заведенном двигателе. И вольтаж вторых лямбд при хорошем катализаторе, он должен прыгать от 0 до минус 0,7. На самом деле, подойдет любой автомобильный сканер. Вы можете посмотреть номер ошибки и расшифровку в интернете. Второе, что мы делаем в сервисе, это диагностику эндоскопом. Вот он такой вот китайская вещь. Она недорогая, но очень полезная, очень удобная в работе. И она помогает нам определить, катализатор забит или нет. Каким образом это происходит? Тут есть вот такой вот блок, вот здесь вот камера. И, естественно, мы откручиваем первую лямбду на машине, подключаем вот этот эндоскоп к смартфону. И когда уже остыл выпускной коллектор, мы залезаем эндоскопом и смотрим на поверхность керамики. Да, если катализатор уже разрушается, если он выглядит вот примерно так, то, естественно, конечно, вам необходим ремонт. И третье, что мы смотрим на пропускную способность катализатора, да, и на противодавление. Противодавление, оно должно составлять не более там 0,9 бар. Здесь такая удобная штука, которая показывает зеленая зона. Это значит, что катализатор в порядке. Если датчик заходит за желтую или красную зону, то катализатор не в порядке. Опять же, как это происходит? Откручивается первая лямбда. Этот прибор накручивается на лямбду. Машина заводится. И мы смотрим показатели при педалировании газа. Дорогие автолюбители, конечно, это все оборудование, оно такое узконаправленное оборудование, и поэтому есть далеко не во всех сервисах. В хорошем сервисе по замене катализаторов оно должно быть. Конечно же, многие из вас, увлеченные автовладельцы, могут сделать это сами. Зачем покупать дорогостоящее оборудование, если вы можете обратиться к нам в сервис, и мы за тысячу рублей проведем данную диагностику. Если понадобится замена катализатора, она для вас станет бесплатной. Естественно, и вы сэкономите свое время и свои силы, и доверите диагностику профессионалам своего дела. Продолжение следует...